итак всем привет мой канал разблокировали так что теперь можно возобновлять съемки ну а в этом ролике я покажу как я сделал лавочку в азиатском стиле приятного просмотра ладно не буду лукавить эту мелодию я выбрал для того чтобы вам было легче поверить что стиль лавочки действительно азиатский на самом деле это просто моей ассоциации а сейчас внезапный байт на комментарии напишите какой стиль вам напоминает эта лавка ну а материалом для оной послужил клён лишь потому что он просто был в наличии на сидушку у меня пошел полуслэп который наверное уже два года стоит мастерской и его немного покрутила так что пришлось его прогнать на рейсмусе закрепив на куске столешницы и подбив клиньями чтобы он не колыхался и и и и и и и и Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Дорезать на ЧПУ не вышло, так как в наличии только 22мм фреза, так что дорезал на ленточке и подровнял копировальной фрезой. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok В одном месте есть трещина, она не склозна, и мне показалось, что будет достаточно просто залить ее эпоксидной смолой. Надеюсь, будет достаточно. Субтитры создавал DimaTorzok Ножки также будут из клёна. Нарезаю бруски, форматирую до квадратного сечения и выравниваю по длине. Субтитры создавал DimaTorzok На токарном привожу ножки к конусоподобным и с помощью штангенциркуля контролирую диаметр у основания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok И для того, чтобы снизить это давление, я делаю продольную фрезеровку на глубину в 20 мм практически от края до края. А также я делаю выборку для армирующей вставки, которая будет выполнена из профильной трубы 30 на 30 мм. За консультацию в данном опросе выражаю огромную благодарность Сергею с канала «Запорожец». Субтитры создавал DimaTorzok На краях железки делаю отверстия продолговатыми для того, чтобы у дерева была возможность двигаться. У меня появился сверлильный станок фирмы Jet. Модель, к сожалению, не помню. Если что, спрашивайте, в комментариях отвечу. Приобретался он для работы с LDSP, а именно для сверления под петли. Но также этот станок значительно упрощает сверление под углом. Для этого я сделал простенький столик, который зажимается струбциной на станке. Угол наклона устанавливается проставками различной толщины. Субтитры создавал DimaTorzok К сожалению, на токарном я слегка переборщил. И ножки входят чересчур свободно. Так что пришлось замешать клей ПВА с древесной пылью и заполнять этой массой все пустоты. На некоторых ножках пришлось сделать пропилы на ленточной пиле для того, чтобы через них выходил воздух при забивании. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Ну и на этом, в принципе, все. Лавка в около азиатском стиле готова. И, конечно, если ролик вам понравился, то ставьте лайк, подписывайтесь на канал и увидимся в следующем ролике. Пока! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok